Всем привет, меня зовут Эрик, я готовлю к ЕГЭ. По профилю математики уже 13 лет, и, в принципе, вы уже готовы к экзамену. Да, вы что-то там доповторяете, последние какие-то моменты доизучаете, но, в принципе, уже всё. Теперь самая основная ваша задача — это не залажать тех заданий, которые вы умеете решать, которые вы уже делаете хорошо. И одной из причин, по которым можно залажать экзамен, — это неправильное распределение времени. Как вообще иногда происходит? Почему вообще может возникнуть такая проблема? Ну, во-первых, для того, чтобы написать на 90+, 92+, 94+, нужно решать почти все задачи. И вот 3 часа 55 минут даже ребятам, очень хорошо занимавшимся до экзамена, может иногда не хватать. На самом деле 3 часа 55 — не так уж и много по большому счёту. Ну и во-вторых, эти 3 часа 55 минут можно ещё и попусту растерять. Приведу пример, очень яркий, он ещё из моей оффлайновой репетиторской карьеры, когда я занимался один на один, у меня была ученица, готовилась на 90+, и вот неравенство, она потом рассказывает, вот неравенство, и оно у неё не получается. Ну, такое бывает, там чё-то там не сошлось, она не разложилась на множители, разнервничалась. Всё, вот ручки затряслись, решает его ещё раз, и уже на нервах оно у неё не получается. И третий раз, и четвёртый раз, и прошло уже 40-50 минут, и всё никак не получается. Она ещё тратит на него 10 минут, целый час пропустила, просто, вот, просто он улетел. И задание по-прежнему не решено. И всё, уже дезмораль, что я столько времени уже потерял, я ничего не успею, и следующее задание тоже там с какими-то уже ошибками по невнимательности, слёзы, истерика, 72 или 76 баллов. Всё, ученик шёл на 90+. Чтобы не допустить такой ошибки, что нужно сделать? Если ваша задача не получается, даже простая задача, ту, которую вы всегда решали, не получается, нужно вспомнить мои слова сейчас. 10 минут на неё максимум трачу. Окей, не получилось. Сейчас это не значит, что она мне не получилась вообще на экзамене. Это мы не говорим, что, ой, сейчас не решил, значит, всё, баллы точно не набрал. Это не одно и то же. Не получилось сейчас, окей, я перехожу на следующую задачу, я перехожу на следующую задачу. И после того, как я все задачи сделал, которые у меня получились, у меня ещё останется время. И я после этого уже буду делать это задание. Вернусь ему и добью его. То есть, ещё раз, не получилось сейчас, это не значит, что не получится вообще. Поэтому этим фактом нужно себя успокаивать и приходить к следующим номерам. Тогда вы не потеряете время. А теперь давайте вообще быстренько пробежимся по таймингу. В каком порядке выполнять задание? Выполнять задание в порядке от простого к сложному. Ну, сначала по стандарту, да, первая часть, после первой части обычно решать так. Уравнение, неравенство, экономическая задача. Дальше. Как тебе легче? Если тебе легче шестнадцатая задача, то почитайте все задачи там. Стереометрию, планиметрию, параметры, теорию чисел. Прочитайте их все. Может быть, увидите, а, вот какая-то понятная, знакомая конструкция. Я что-то такое уже знаю, как делать. Или параметры вообще, ой, я такой параметр решал. То есть, выберите себе самые простые задачи вот из этих четырёх. И решайте их по мере усложнения. Вот на самый конец оставьте то, что никогда не решали. Обязательно прорешали там первую часть, уравнение, неравенство, экономическую задачу. Прорешали какую-нибудь там одну-две сложные задачи. У вас остался час где-то до конца. Перерешайте первую часть. Не откладывайте вот перерешивание первой части прямо на самый-самый конец. Часик остался. Для вас это переключение активности. Для вас это что-то простое. Как ещё раз перерешивать первую часть? Не просто проверять своё решение по листочку по вашему черновику, а проверять своё решение, вот отдельно решать. Решать заново. И потом просто сверять ответы. И опа, где не совпало, уже перерешивать ещё раз или искать ошибку в одном из своих решений. Для этого вам на черновике нужно нормально писать. Не просто там какие-то загогулины, а пишите нормально. Первый, введите в кружочек, сделайте нормальное для него решение. Для первого задания, так для первых одиннадцати. Потом, все вторую часть, вообще уравнение, неравенство, экономическая задача. Вот всё, что вы можете, сразу в чистовик. Потому что на чистовике никого не интересует. Зачеркнули вы как-то там каля-баля написали, всё, всем плевать. Зачеркнули всё, они на это не смотрят. Ну, только не пишите какие-то нецензурные туда слова и не зачеркивайте их потом. Но если вы пишете, там часть решения зачеркнули, всем всё равно, как это грязно, не грязно, как это выглядит, вообще всем плевать. А для чего использовать черновик в второй части? Ну, вот для восемнадцатого задания иногда там прикинуть какие-то, для пункта А что-нибудь прикинуть, да. Пункт В точно надо писать только на чистовик сразу в восемнадцатом номере. И что ещё? Я не знаю, я не знаю. Может быть, а, рисунок по планиметрии накидать. И как только вы понимаете, что какие-то шаги решения у вас начинают получаться, сразу идти в чистовик и там эти шаги решения делать. Потому что, может, вы даже не добьёте задачу до конца, но шаги решения уже будут у вас принесены в чистовик, и, может быть, там пункт А как-то расколется. Понятно, да? То есть мы не тратим время на черновик вообще-то. Он у вас там, я не знаю, у меня черновик, я вот писал недавно, это два листочка. Максимум и то, мне кажется, один с двух сторон. Потому что и так всё сразу пишем. И потом, да, перепроверять, что вы написали на чистовике. У меня вот здесь вот были какие-то проблемы, я явно что-то недопроверил, недоперепроверил всё до конца. У меня в первой части не было ошибок при перепроверке, а во второй части я не доглядел, действительно, просто забыл в одном месте в параметре дописать плюс букву А, которая у меня из решения до этого следовала. Я просто забыл, и мне там 3 балла снизили. А условия в 18 номере я просто неправильно прочитал. Я прочитал, какое наименьшее число, а там было какое наименьшее двузначное число. Я просто не прочитал, а двузначное. Само решение от этого, суть его не поменялось, но в итоге у меня неправильно. Вот видите, балл изунуляется вот на такой ерунде. И очевидно, что для того, чтобы показать максимум, нужно не налажать в этих штуках, нужно себя перепроверять, и нужно, чтобы на всё хватило времени. Поэтому, если подытожить, то глобальный совет 2. Не получается какая-то задача, 10 минут, переходим к следующей. И второй совет, никаких черновиков, мы почти всё пишем на черновике, на черновике, только первую часть аккуратненько, чтобы потом можно было где-то найти ошибку, ну и свериться, сверить ответы со своим вторым решением первой части. Всё, я просто желаю тебе одного, забрать те баллы, на которые ты подготовился. Ты готовился или готовилась очень-очень долго, вот весь год, ну кто-то на самом деле месяц, для него это тоже долго. Нужно пройти и забрать свои баллы. И чуть-чуть чужих, чуть-чуть, чтобы вам чуть-чуть ещё повезло. Немножечко удачи, никогда не будет лишним. Успех вам на экзамене, пока-пока.